Коллеги, я включил запись. У меня теперь по-другому отображается. Я включил запись. Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Мы впервые в истории Томского университета, уж точно, а может быть и в России, а может быть даже в мире. Начинаем дебаты в формате онлайн. Поздравляю нас с этим событием. При этом я хотел бы сказать, что онлайн-формат задает нам некоторые особенности нашего взаимодействия. Первое, я хотел на что бы обратить внимание, что, спасибо, Светлана Борисовна, давайте поддерживать наших спикеров с помощью аплодисментов и включать аплодисменты в тот момент, где нам аргументы выступающих спикеров понравились. Для этого вам необходимо в нижней панели найти реакцию и включить аплодисменты. Спасибо, давайте попробовали. Вот, здорово, молодцы, хорошо, все получается. Второй момент. Обычно, когда у нас выступают спикеры на дебатах, они говорят очень быстро. Но поскольку у нас разные возможности технические и у нас очень разновозрастная команда наших дебатеров, прошу говорить не так быстро и артикулированно. Давайте договоримся по регламенту. Мы придерживаемся регламента, который установлен, 6-5-5 минут для спикеров. Юлия Станиславовна. Да, конечно, мы так договаривались с коллегами. 6-5-5, 3 минуты на вопросы и 6 минут каждая команда может взять тайм-аутов после речи первого спикера команды утверждения в любой возможной конфигурации, которая удобна для команды, для того, чтобы согласовать свои позиции. Для этого хорошо бы, чтобы у них был параллельно какой-то чат, где они могли бы обмениваться своими отражениями. Ну, я вот чат включил. Если у вас чат не отражается, я не знаю, в зуме каждый чат включает сам себе, подключите, если это необходимо. Так, прошу прощения. У меня телефон что-то здесь забуянил. Так, ну что, все хорошо. Итак, уважаемые дамы и господа, мы начинаем дебаты. Онлайн-обучение обеспечивает или не обеспечивает качество образования? Слово предоставляется первому спикеру команды утверждения. А, sorry, простите, поскольку онлайн-формат, я здесь сделал некую-то оплошность. Мне назначили того человека, который будет следить за временем. Это важно. Нужен тайм-кипер. Тайм-спикер, да. Кто будет следить за временем? Кто у нас самый серьезный и ответственный? Сергей Александрович, можете выступить одновременной судьей и... Нет, слушайте, это чересчур. Чересчур, говорят. Чересчур, говорят. Чересчур, говорят. Александр Литвинов. Да, может, Александра попросить? Потому что он уже... Давайте попробуем. Все. Итак, Александр у нас в роли тайм-менеджера, который будет следить за временем. Итак, слово предоставляется первому спикеру команды утверждения. Здравствуйте, уважаемые участники дебатов, оппоненты, судьи и болельщики. Меня зовут Павлова Мария Владимировна. Я первый спикер команды утверждения. Нашим вторым спикером будет Юрий Роман Александрович. И третьим спикером Ирина Андреевна Энс. Итак. Звук пропал. Звук пропал. Звука нет. О, остановился. Так, меня слышно? Да, слышно. Так вот, именно онлайн формат обучения способен учитывать потребности поколения Z. То есть новые формы предлагаются цифрового контента. Студент становится вовлечен в социальное обучение и так далее. Ну и последний пункт. Я уже говорила о важной такой пункте. Я говорила о большой символической ценности диплома и репутации образовательного учреждения. Что важно для качества образования, потому что если мы говорим все-таки про открытость вот этой образовательной среды, про прозрачность, то именно онлайн формы позволяют нам эту прозрачность и открытость обеспечить. Так как сейчас многие университеты открывают свои курсы для студентов, таким образом создается, естественно, путем конкуренции. То есть каждый поступающий может, например, посмотреть... Мария, вы получили время и уже развиваете новые тезисы. Я вынужден вас отключить. Хорошо. Не слышно. Не слышно. Не слышно. И на мою долю выпадает представить контраргументы по поводу команды утверждения и тех аргументов, которые были у первого спикера. Я свои контраргументы строю в связи с тем, с той позицией, которую имею в виду как классическую позицию с точки зрения классики. Мы можем задавать вопросы. Время пошло, Викат. Я просто засчитываю время, которое у них тратится на совещание, на тайм-аут. И когда они выйдут в тюрь, я просто зафиксирую, сколько они потратили время, если у вас хватает. В эфире мы можем начинать задавать вопросы. А где? Да, наверное, у нас. Ага. Галина Ивановна, скажите, пожалуйста, каким образом, какие преимущества у оффлайн-режима для формирования эмоционального интеллекта по отношению к онлайн-режиму? Вот разве наше с вами общение в данный момент не способствует формированию эмоционального интеллекта? То есть в чем принципиальная разница? В данном случае взаимодействие переносится в виртуальное пространство, но тем не менее мы имеем возможность видеть друг друга, слышать друг друга, реагировать на мимику и жесты друг друга. То есть чем эта коммуникация отвечает? Так, подождите, Галина Ивановна, сейчас все. Начинайте снова ответ. Ирина Андреевна, благодарю за вопрос, как это всегда говорится, да? Я в данный момент общаюсь не с вами, Ирина Андреевна, к сожалению. Я общаюсь с вашей головой и вижу только голову. И поэтому у меня нет никаких эмоций по отношению к вам, когда вы не видите мои глаза, я не вижу ваших глаз. Я не вижу всей кинестической такой манеры говорения, различного рода символических знаков, улыбок и всего прочего. И не вижу возможности для понимания того, что стоит за вашими словами. Я вижу только слова. Слова, как известно, безэмоциональные, они очень логично произносятся, чисто рациональная позиция. И нет возможности таких эмпатийных моментов. Я это имею в виду под эмоциональным интеллектом. В живом общении это, конечно, более приемлемо и реально. Скажите, пожалуйста, а все-таки какое это отношение имеет к качеству образования? Дело в том, что онлайн-формат и оффлайн-формат – это просто форма организации образовательного процесса. Речь идет только об изменении формы. То есть в чем преимущество оффлайн-формата именно в отношении качества образования? Нет, мне-то было, я должна была говорить напротив, не о преимуществах, а отрицать все эти преимущества. Хорошо, тогда извините, пожалуйста, видимо, я неверно сформулировала вопрос, а в чем тогда преимущество оффлайн-формата по отношению к онлайн-формату, когда речь идет о качестве знания, о качестве образовательного результата? Ну, вот я, наверное, сведу свою мысль опять к тому же. Все-таки живое общение дает возможность некого всестороннего герменевтического знания. И эта вот рациональная передача знания, матричное знание, клиповое знание, оно не привито герменевтически. А мне хотелось бы, чтобы в образовании вот эта прививка герменевтическая всегда присутствовала. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения онлайн-образование предполагает полную виртуализацию образовательного процесса? Поскольку ведь мы же не утверждали, что это полный уход в цифру, ведь это только частично переносится образовательный процесс. Ну, вот я в конце своего доклада как раз и поставила эту проблему, чтобы все-таки соблюсти этот баланс между полной виртуализацией и какими-то живыми возможностями. Спасибо большое за ваши ответы. Все-таки должно быть за живыми возможностями. Так, время вышло. Спасибо. Галина Ивановна, аплодисменты вам и Ирине в этом раунде. Коллеги, итак, слово предоставляется второму спикеру команды утверждения. Шесть минут. Нужен там? Тайм-аут нужен спикеру? Буквально 15 секунд. 15 секунд. Отчитывай, дайм-аут. Спасибо. Спасибо.